всем привет 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 и добро пожаловать на мой канал в одном из последних видео мы стане обсуждали чем кормить зятя когда он приедет там придумывали придумывали ему меню чтобы было хорошо и замечательно пока мы не подумали пока разговор не зашел о том что кроме хлеба нужно еще и зрелищ каких-то вот и я говорю ой господи ваш еще развлекать надо его развлекать и детей развлекать пока таня будет в больнице то не есть какие-то рекомендации советы наставления развлечения так вот начнем с того что а зрелища до начнем с того что обычно когда мама прилетает в турцию мы какую-то раскладываю культурную программа причем программы такие тематические помню в один в один из приездов вы меня возили по всяким турецким кухням до был у нас такой тур мы прям по полной программе гастрономический тур меня провезли по разным кафе и угощали разными национальными турецкими блюдами догас его тоже по кафе проводить но у нас не так это распространено питание в общественных местах хотя ему было бы интересно тоже ну кстати как вариант можно и вот прям понимаете на ходу придумываются всякие варианты вот это кафе куда мы ходили пиццу есть я думаю что ему там понравится я его наверно туда свожу только вы не подумайте только вы не подумайте что я вот там совсем его собираюсь голодным оставить и сама не готовить это просто качестве конечно не там просто написали же что бабушка могла бы блинчиков испечь всего прочего не по кафе там по макдональдсом детей водить ну у нас кафе всякие макдональдс и так далее это у нас просто это развлечение делать больше нас в поселке не особо такое прям огромный выбор всяких развлечений поэтому приходится выбирать из того что есть даже если мы позавтракали и хихих и мы все равно можем сходить не знаю там коктейльчик какой-то молочный купить или что-то купить а я вот хочу про этот гастротур вспомнить больше всего что меня потрясло и запомню это навсегда это ресторан грибной я тоже очень хочу в него попасть удивительное место во первых оно такое все стилизованное деревянное такое какое-то очень красиво это место и там какие-то фонтанчики какие-то там дали приехали дождь был да там прям идешь по дорожке виноград свисает на мог как раз потом нарвали целую кучу хлеб там все грибное все грибное все блюда в этом ресторане либо из грибов либо с добавлением грибов даже десерт грибной грибной там какие-то сладкие шампиньоны были варенье из варенье вода варенья из грибов вообще что это что-то так поели причем недорого там вообще у тебя есть видео про это есть на канале да надо будет еще туда съездить да надо будет съездить или видео посмотреть потрясающее место не так далеко от анталии ну общественный транспорт туда не ездит не ездит там автобус у него просто да ладно вернемся к развлечениям маленько ну что вот мне надо чтобы дети вообще ты мне вот что скажи ну я знаю что ты ура оставляешь с детьми ну конечно ты их не оставляешь так надолго там на день на два на три такого не было вот я конечно понимаю что основная нагрузка ляжет на меня ну в плане там одеть переодеть накормить это все понятно вот развлекать там их наверно будем вместе детей то чем развлекать ну уров взрослый мальчик ему наверное кроме телефона это больше ничего особо не надо будете вот на площадке разные также ходить дети ждут так не дождутся папу что мне кажется им будет только за радость с ним там на площадке все и тем более что ур был последний раз летом здесь когда не было детей еще у нас он был когда когда именно было демиром он был летом здесь ну демир же родился он здесь был когда он родился но это был уже конец конец летом в сентябре меня выписали тому же лето и не лето было не на ну да в принципе более он там в коляске был что там нет я в плане того что ура развлекательными для мира то чего развлекать не ему будет интересно сейчас с детьми на площадке там походить у нас есть этот развлекательный центр этот батутный может туда сходить сводить туда ну да там тоже показывали да тоже видео можно вот туда как раз сводить и погулять там и поселок показать он был здесь давно но он очень любит кстати в россии вот ну вот а я могу рассказать еще про наши развлечения нет подожди меня не будет то всего два-три дня один день сходите вот просто погуляете до магазина дойдет тоже развлечение он любит у меня по магазинам сходить там что-то смотреть выбирать фикс прайс любит этот магазин он любит вообще магазины со всякими надо туда запустить пусть он там вот в этом из детей только потому что дети там все игру тоже тоже наберут он любит ему по магазинам ходить кстати вот у меня сюда многие говорят там мужчины не любят он не любит когда я себе что-то выбираю он не любит когда он себе что-то выбирает он любит и любит вообще вот по продуктовым магазинам там про по торговым центром мы вот ходим любит все это вот поэтому короче один день я его по шопингу по всем магазинам шопинг потом а еда и а потом мы батут на центр все три дня я выдохнула они подачи мощном два дня ты будешь его водить там по развлекухам а третий день вы будете дома готовиться к моему приезду на такой тоже мы это тоже вы это жена и ладно хорошо не ну мы найдем себя занятие я думаю надо все там караватку собрать коляску собрать и брата подражаться и убираться можно каждый день потому что потому что дети разносят игроку игрушки под по всей квартире потому что они собрали что не собрали все равно за ними приходится еще малышу хорошенько убираться ладно а ты что хочешь сказать у тебя какая-то отдельная под меня программу развлекательного в че как бы ну я хотела еще вообще когда я только прилетела до сюда беременна я хотела с детьми съездить на красную площадь я уже не раз был в зоопарке хотелось есть зоопарк ладно это не так вот горит прям а красная площадь горит надо попасть но мы не смогли съездить потому что либо погода была плохая начала было холодно потом все я уже вот мы только возле дома выходим за и мы все никуда не ходим и да я хотела бы с ним съездить на красную площадь с детьми в первую очередь урта там был он был на арбате на поклонке и на как это ну на красной площади но много где мы с ним гуляли ему все уже москву показывала все вот дети не были на красной площади именно вот я хотела бы съездить пофоткаться там показать им все поэтому не знаю если получится то мы маленькую оставим с мамой а с ура мы с детьми съездим ну я не думаю что это будет на целый день мы вот по-быстрому найти мы с детьми не будем загадывать но вам еще и кучу документов нужно будет сделать сначала нужно дело сделать ой кто там летает сначала нужно будет дело сделать а потом уже развлекать но детей-то надо обязательно свои свои с вас мы съездим на красную площадь и может их детский мир запустить может может быть детский мир да ну вот что их можно глянуть что-нибудь посмотрим не знаю в зоопарк они надо с коляской ехать потому что дымер столько не выйти кераме не выдержит вот этих вот он может заснуть и что он там ничего не увидит и только таскать его на руках этот запас большой зоопарк я бы и уру показал то что же он не был московском зоопарке хорошим я тоже уже давно не было не помню когда тоже последний раз было тоже лет десять назад тоже бы съездил тем более летом уж если животные есть там не знаю ну это будем смотреть уже ур ненадолго приезжать поэтому особо как бы разгуляться мы будем и по документам и по всяким таким делам ездить поэтому вот так вот а кто это к нам ведет родственники наши иди сюда иди смотрите привет смотрите как нам пришел как у тебя дела расскажем лично где был че видел ты сегодня не на велосипедах нет а что саларис да ты что подарок копты и где он дом и отчет один бабушки один дом у тебя тут же был какой-то ну 33 что 33 ну в одной коробке 2 был второй подарок а зачем второй купили он учит разонравился и сегодня поехали купили другой ну там два типа того битвы какие-то воронами она не будет биться они там влад на площадке она сходи пришли к нам под нас проведать лена с владом а с вами мы на 1 пришло время попрощаться все увидимся в следующем видео и всем пока